Там внутри есть сила определенная, веды говорят, сверхдуша, представительство Бога, которое определяет, как нам жить. И если мы же идем неправильным путем, там внутри и беспокойство. Но веды учат, объясняют, как правильно. Правильный путь означает всегда путь внутрь себя. Не снаружи, а внутрь, например. Муж меня мучает. Путь внутрь себя означает сказать себе, я сама виновата, но не говорится, не говорится. Когда больно, человеку очень трудно признать, что он сам виноват в том, что вот такая ситуация в его жизни. Он же меня мучает, а не я его мучаю. И для этого нужна дополнительная энергия, дополнительная сила. Поэтому человек уединяется, чтобы получить знание, понять ситуацию, принять в жизни. И начинает молитву свою, кланяется святому человеку, настраивается на него, хочет жить, как он, потому что святой испытывает счастье от жизни, а я нет. Он правильнее живет, в правильном русле живет. Начинаю молиться ему, раз, мне спокойно стало. И в этом спокойствии надо себе сказать, а теперь прими это, что мир соткан из справедливости, и тебе достался такой муж, который тебе положен. Принятие в это, это принятие означает видение своей судьбы. Когда человек принимает вот такого мужа, это означает, что он видит ту часть кармы, ту часть судьбы, которая сейчас действует в его сердце.